Есть в Москве удивительная аллея. От храма святого архистратига Божия Михаила она тянется через весь клинический городок первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, символизируя жизненный путь человека. Еще 125 лет назад устроители клинического городка назвали ее «Аллеей жизни», символично заложив в начале аллеи клинику акушерства и гинекологии. Первым доктором бабичьего дела был Иоганн Эразмус. Он в 1764 году на медицинском факультете читал лекции по анатомии и хирургии. В 1768 году Эразмуса сменил уже один из первых русских профессоров Семен Забелин. Через 100 лет будущий профессор Владимир Снегирев поступил на медфак. Ему посчастливилось учиться у великого русского врача, профессора Григория Захарина. 19 декабря 1873 года Снегирев получил степень доктора медицины за диссертацию об определении и лечении позадиматочного кровоизлияния. Работа была интересная и перспективная. Снегиреву предоставили научную командировку на один год в Германию, Англию и Францию. Через год, по приезде, Снегирев изложил свои, совершенно новые и оригинальные методы хирургического лечения у рост женской половой сферы, которые уже тогда имели отличие и новизну от наземных методов. В 1884 году по решению Московской городской думы был выделен большой участок земли на Девичьем поле для постройки клиник Московского университета. Клиники акушерства и гинекологии возводились на средства меценатов – мануфактур советника Морозова и Елизаветы Пасхаловой. Изначально, построенное архитектором Быковским в 1889 году здание обеих клиник имело двухэтажное строение. Клиники были разделены, как и специальности. Отдельно существовали и две кафедры – кафедра акушерства и кафедра гинекологии. Клинику акушерства возглавил профессор Александр Макеев, а клинику гинекологии – профессор Владимир Федорович Снегирев. Основоположник научной русской гинекологии профессор Снегирев был новатором в области научной и оперативной гинекологии, начиная с разработки отдельных оперативных методик и кончая сложнейшими операциями на влагалище, матке и прямой кишке. Вся масса патологии гинекологической, которая требовала хирургического лечения в то время, осуществлялась в этой клинике. И во многом, благодаря имени этого выдающегося гинеколога того времени, клиника гинекологии приобрела широкую известность не только в стране, но и за рубежом. В 1884 году классическая работа Снегирева «Маточные кровотечения» выдержала четыре издания. Служила настольным руководством многим поколением студентов и врачей. Ее называют «Энциклопедией гинекологии». Снегирев за эту работу получил звание экстраординарного профессора Московского университета. Снегирев, будучи блестящим педагогом, следил на кафедре за разработками программ обучения. Особое внимание он уделял практике студентов. В 1894 году Снегирев предложил создать институт усовершенствования врачей, где готовили бы профессоров, ученых-исследователей и специалистов высокой квалификации. Такой институт начал функционировать с весны 1896 года. Его начинания во многом способствовали развитию на базе клиники института лечения онкологических больных. У им было создано раковое общество, внедрены радиологические методики для лечения этих пациентов. Кроме этого, он вел огромную общественную деятельность. Он был одним из создателей Московского общества акушеров-гинекологов. И в течение более 12 лет был председателем этого общества, в работе которого всегда оценивались передовые методики лечения, передовые методики операций. Они обсуждались широко, он неоднократно выступал с докладами на этом обществе. И такое обсуждение способствовало внедрению новых методик в деятельность русских врачей, акушеров-гинекологов. Снегирёв довёл до совершенства свой метод сбора анамнеза. К каждой пациентке он имел индивидуальный подход и умел собрать в единое целое, казалось бы, совершенно несвязанные данные. Для школы Снегирёва характерно изучение целостного организма женщины в его связи с окружающей средой, а не только отдельных заболеваний половой сферы. В 1901 году директором гинекологической клиники стал ученик Снегирёва, профессор Александр Губарев. Общеизвестны его оригинальные методики операции на промежности, наружного чревосечения, гемостаза при экстерпации влагалища и многое другое. С 1915 года главой клиники стал профессор Николай Иванович Побединский. Особое внимание профессор Побединский уделял проблеме и патологии беременности. При нём сформировались особенности Московской школы оперативного акушерства. Научный вклад Побединского в отечественную медицину уникален. Он первым в Москве в 1895 году провёл кесарево сечение с благоприятным исходом и для матери, и для ребёнка. Профессор Побединский первым вводит в педагогическую практику студенческий акушерский семинарий. В 1905 году издаёт свой знаменитый краткий учебник акушерства, выдержавший семь изданий. В 1913 году Побединский издал капитальный итоговый труд. Успехи кесарского сечения в России за последние 25 лет. Революция изменила не только строй в России. Она изменила форму и методы медицинского обслуживания населения. Это повлекло за собой пересмотр приоритетов и программ обучения. Появилась практика профессиональных осмотров населения. В 1923 году заведующим кафедрой был избран Михаил Малиновский. Он уделял большое внимание совершенствованию педагогического процесса, повышению качества лечебной работы на кафедре, а также в радовспомогательных учреждениях. Профессор Малиновский впоследствии стал академиком Академии медицинских наук СССР. Сын Николая Ивановича Побединского, Михаил Николаевич, стал в 1935 году профессором той самой кафедры, которой руководил его отец. Михаил Побединский внес значительный вклад в исследование акушерских проблем в связи с радиологией. В 1967 году на базе клиники создали Всесоюзный научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии Минздрава СССР. Институтом и кафедрой стал руководить академик Академии медицинских наук СССР, герой соцтруда, лауреат госпремии, профессор Леонид Персианинов. Было начато изучение и внедрение в практику методов эхографии, амниоскопии и многое другое. С 1979 года клиникой и кафедрой акушерства и гинекологии первого меда имени Сеченова заведовал профессор Николай Михайлович Побединский, внук Николая Ивановича Побединского. Он был учеником академика Персианинова. Научные интересы Николая Михайловича были сосредоточены на двух актуальнейших проблемах. Течение беременности, родов и послеродового периода у женщин с нарушением здоровья и женского бесплодия. По самым скромным подсчетам, династия Побединских приняла роды и помогла появиться на свет в общей сложности 350 тысячам новорожденных. С 1989 по 1994 год была осуществлена полная реконструкция клиники акушерства и гинекологии. В клинике начинали свою деятельность выдающиеся современные акушеры-гинекологи. Академики Серов, Стрижаков, Адамян, Макацария. Клиника была прекрасно оснащена. Как раз в конце 20 века начали развиваться методики малоинвазивной хирургии, в частности эндоскопической хирургии. Эндоскопическое оборудование было современным, было высокотехнологичным. Поэтому весь объем хирургической помощи при помощи именно эндоскопических технологий был здесь начат и в дальнейшем получил свое развитие. Коллектив кафедры клиники акушерства и гинекологии имени Снегирева строго хранит исторические традиции, которые складывались веками, дабы не прервалась связь времен. На базе клиники работает студенческий научный кружок, заседание которого посещают более 50 студентов, в том числе и из других медицинских вузов Москвы. В этом году на базе клиники начал работу курс школы мастерства, где проходит дополнительное обучение, отобранные на конкурсной основе наиболее мотивированные студенты. Огромное внимание руководство кафедры клиники уделяет постдипломному образованию. Под руководством опытных преподавателей на базе клиники проходит обучение до 20 ординаторов и аспирантов в самостоятельной практической работе и научной деятельности. Клиника активно участвует в различных образовательных проектах. Проведение образовательных семинаров в рамках послевузовской профессиональной подготовки, проведение мастер-классов, участвует в работе учебного центра врачебной практики «Пракси-Медика», в социально-образовательных программах правительства Москвы. Коллектив кафедры клиники акушерства и гинекологии имени Снегирева ставит перед собой перспективные задачи, решение которых базируется на самых современных достижениях науки. Это в первую очередь применение клеточных технологий при лечении самых разнообразных видов гинекологической патологии. Использование новых материалов для создания новых антиспаечных и противовоспалительных модулей для внутриматочной и тазовой хирургии. Использование лазерной конверсионной диагностики в лечении заболеваний женской половой сферы. Сегодня на базе клиники акушерства и гинекологии стало традицией проведения ежегодных научно-практических конференций «Снегиревские чтения». В чтениях принимают участие ведущие специалисты России, многие из которых вышли из стен этой клиники, а также ученые из других стран мира. Сегодня «Снегиревские чтения» – это не просто дань уважения великому человеку, но это как бы подчеркивает преемственность поколений. Исходным остается фигура великого человека, на которого мы должны, в общем-то, равняться. Его отношение к специальности, к людям. Сердцевине профессии, которая в нем лежала, она достойна подражанию, изучению и сохранению. Снегиревские чтения